Это не единственный случай, рассматривать его локально ни в коем случае нельзя. Это все абсолютно запрограммировано на том этапе нерешения проблемы бездомных животных, на котором мы сегодня существуем. То есть эта проблема не решается в нашей стране, и вообще проблема бездомных животных существует в тех странах, где государство не контролирует разведение. То есть нет механизмов ограничения разведения домашних животных. А у нас нет собак, которые живут, как собаки-парьи, десятки лет. По статистике в среднем три года продолжительность животного условия города. То есть людям надо понимать, что это постоянно выкидываемые животные. Естественно, есть путь решения проблемы, если бы уровень сознания людей дорос до того, что плодить животных в условиях города, это значит, что обрекать их на мучения. Других вариантов нет, потому что перепроизводство идет в таких масштабах, что у нас буквально в мешках выбрасывают животных. Не востребованных людьми. То есть что такое бездомные животные? Нестыковка между спросом и предложением. Людей, которые хотят взять животных в дома, гораздо меньше, чем их производится на свет. Кто поставляет бездомных животных на улице города? Вариант первый – это люди, которые плодят по недомыслию животных, а у нас практически в России люди не предупреждены о том, что надо обязательно стерилизовать своих животных, чтобы не допускать приплод. Вариант второй – это неконтролируемая, абсолютно теневая сфера, заводческий бизнес. Он с приходом 90-х разросся до тоже неимоверных масштабов. В квартирах люди плодят, считая, что это высокодоходный бизнес, насыщая и без того насыщенную нишу и перекрывая пути для пристройства животных с улиц. То есть, понимаете, люди как устроены? Они бы взяли, жилая в дом члена семьи, возможно, и с улицы. Но когда есть перспектива, снобистские мотивы в такой ситуации работают, предложен вариант хоть какого-то маломальски породистого животного, и в сторону вот этого варианта человек будет склонен. Мы не пережили еще вот этот снобистский бум, который пережили уже в других странах, спокойно берут животных из приюта. Третий вариант – это приплод, который сами бездомные животные рождают в условиях города. Ну, четвертый вариант – это потерявшиеся животные, но они, как правило, аутсайдеры. Их довольно быстро ловят, находят. То есть, в основном три варианта. Проблема должна решаться поэтапно следующими вариантами. Не вариантами, нет. Проблема решаться бы, по-хорошему, нужна комплексно. То есть, сначала надо информировать людей, запускать программу по центральному телевидению. Хотя бы ролики двух типов, семисекундные достаточно. Не допускай приплод в условиях города, потому что эти животные обречены. Надо понимать, что в Москве только по официальным подсчетам 26 тысяч было в 2006 году. А после этого, я не знаю, по-моему, не было официальных подсчетов. А второй тип роликов – возьми животное из приюта, помоги городу в решении проблемы. Вот если бы эти два ролика уже были запущены, а нам эфирного времени не давали центральные каналы, то люди бы уже понимали масштабы проблемы. И, конечно, надо показывать страшные картинки, что происходит с этими животными, как они отлавливаются. Потому что сегодня очевидно абсолютно всем в России, что вот те несколько сотен лет, что наша страна занимается отловами с целью убийства. Они просто в никуда растронжирили ресурсы государственные, а проблем не решается. С утра до ночи продолжаются отловы во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, еще в ряде городов, где в экспериментальном плане были запущены программы стерилизации вместо убийства. Вот по всем остальным городам идет убийство. Стай меньше стало? Стай. Нет, не стало. Меньше их не становится, значит решения проблемы нет. Потому что на место отловленных животных тут же приходят новые выброшенные людьми. Потом вопрос еще в том, что сама операция стерилизации стоит недешево, и нет льготных клиник, которые ее бы проводили. Я вот в своей округе столкнулась с тем, что недавно была выброшена беременная кошка. Она на каком-то месяце хозяйкой была уже обнаружена в таком состоянии беременным. И мой вопрос, а почему допустили две тысячи операций стоят? У меня нет таких денег, у меня пенсия восемь тысяч. То есть вот ответ на вопрос. Нужны пункты по стерилизации на льготных условиях для малоимущих граждан, нужны информационные ролики на центральных каналах. А то, что происходит в приютах, вполне закономерно и запрограммировано, к сожалению. В условиях неперекрытого разведения, ну, они становятся конвейерами смерти. То есть, грубо говоря, 200 посадочных мест, столько же животных в день привозят. Не надо быть провидцем, чтобы понимать, что с животными случается. Это просто вот сейчас скрыли вот этот народ. Мы прекрасно в своей злозащитной среде знаем, что из себя являют так называемые муниципальные приюты. Мы еще много лет назад говорили, что не перекрывая разведения, не надо запускать программы со строительством 17 мегаприютов в Москве. Это будут потемкинские деревни. То есть они уже тогда в Релушкове стали таким образом возводиться. Была уже близко к осени пора. И вдруг прям воздвигли, как вот ширмы понаставили, будки какие-то, насажали туда собак. Камера одна за одной приезжает. Все, запущена программа со строительством приютов. А уже ближе к зиме стало понятно, что там нет ни водоснабжения, ничего. И уже все. Пошел мор и везде. Хоть мы и предупреждали, что приюты не могут на огромное количество животных, а при воде существовать, там выкосит всю эпидемию. При таком скоплении животных очень сложно каким-то образом контролировать эпидемиологическую ситуацию, так скажем. Но, опять же, если мы откроем буклеты известных всемирных организаций, например, Всемирного общества защиты животных или Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, там черным по белому написано, что приюты и стерилизация бездомных животных могут служить лишь дополнением к решению проблемы в виде государственных рычагов контроля за рождением домашних. Вот этот рычаг, он по многим странам экономического плана, то есть налог за нестерилизованные животные. И схема очень простая. Берешь животное из приюта, помогаешь городу в решении проблемы, от налога избавляешься. Если берешь животное в дом, но не стерилизуешь его, платишь налоги. Если занимаешься разведением как бизнесом, платишь огромные налоги, поэтому там лицензированные заводчики, буквально в количестве по пальцам сосчитать, они под жестким контролем государства, и там совсем другая ситуация. А у нас сегодня мы в положении открытого крана. Вот все, что предлагается, это тазиками разводить при неперекрытом кране воду по этажам. Вот сколько лет это можно делать? Уже все этажи переполнены, уже просто и эти тазики невозможно никому ставить, надо проблему решать. Уже с Госдумой столько на эту тему было разговоров. Законопроектов уже нацать было за эти годы. Она не принимает этот шаг. Нужен федеральный закон плюс поправка в налоговый кодекс, если мы вводим вот этот вот механизм общемировой стимула. Ну вот пока тишина с этим. И есть варианты стран, где фактически дефицит даже животных. Там ряд стран Скандинавии, где, чтобы получить животное из приюта, людям нужно массу инстанций обойти, показать справку о том, что они способны содержать это животное, что они предоставляют ему достаточный метраж. Ну и проще, что они психически вменяемы и так далее. То есть там обобьешь пороги, чтобы получить, и уже будешь очень ответственно к этому относиться. У нас вот пока другая ситуация. Это, к сожалению, менталитет российский, строить потемкинские деревни, видимо. То есть мы не идем по пути решения проблем. Ну вот такой набор качества. Эмоциональность. Быстро вот опять сейчас реагировать на взрыв, нарыв вскрыли. И надо бы за этот нарыв, уже зацепившись, раскрыть всю проблему, показать. Ну я знаю, как будут делать СМИ. То есть вопросы идут уже однотипного порядка. Как наказать конкретных нерадивых хозяев этого приюта? Есть ли нормы содержания животных в приютах? О каких нормах может идти речь, когда здесь параллель со стихийным бедствием? Продолжение следует... Продолжение следует...